В городе началась реализация нового проекта для детей от одного до трёх лет. Дорогу Тоддлеров в Центре интеллектуального развития появилась новая площадка, оборудованная по методике Монте-Сори. Из обычной детской комнаты в Центре интеллектуального развития организовали современное пространство для малышей и их родителей. Его умело зонировали, укомплектовали и теперь здесь буквально нет свободных мест. Это классно, конечно. Ребёнок играет. Дома игрушки, конечно, они есть, разнообразные. Но приходишь в другое место, всё новое, всё развивается. Всё увлекает, тем самым развивается ребёнок. Мы здесь были раньше, когда было поменьше локаций, так скажем. И сейчас намного интереснее. И функциональность, и яркость. У детей большой интерес к тому, что вообще везде всё можно потрогать, потыкать, покрутить. Это для них очень важно в этом возрасте. Для маленьких гениев от одного года до трёх лет здесь есть всё необходимое. Тренажёры для развития навыков ходьбы, лестницы, тактильные дорожки, безиборды, балансиры и даже подиум-балкон. Всё выполнено из массива сосны и покрыто акриловым лаком. Это экологично и безопасно для детей раннего возраста. А ещё для ребятни – игровая зона с деревянными игрушками Монте-Сори. Руководитель проекта «Мама трёхлетней Агаты» детально разбирает и рассказывает родителям об их пользе. Мы часто очень покупаем нашим детям игрушки, которые мультифункциональные центры, очень яркие, много мигающих звуков, много мелодий, много кнопок и так далее. На самом деле, такие игрушки, правда, очень сильно рассеивают и отвлекают внимание ребёнка. Здесь игрушки подбирались исходя из монофункциональности, экологичности материалов, реальности и именно тренируют, которые один-два навыка. Проект «Дорогу Тоддлеру» реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». В интерактивном пространстве работает сразу несколько площадок. В каворкинг-зоне, например, родителям презентуют методику Монте-Сори. Рассказывают, как в домашних условиях создать развивающее пространство и организовывать совместные творческие занятия с учётом интересов детей. Для тех, кто постарше, проводят творческие и развивающие мастер-классы. Чтобы дети более развивались здесь, тут всё есть для этого. Их же развивает. И нам, как родителям, тоже очень много полезной информации дают. Мне очень понравилось, потому что много информации. И вроде бы всё знаешь, но когда перед тобой надглядный пример, особенно я катерина поделилась своим примером, мне очень понравилось. И сразу понимаешь, как что-то сделать. На каждой площадке волонтёры. Они направляют, подсказывают и даже присматривают за детьми. Волонтёром я являюсь уже более пяти лет. Сегодня в мои обязанности входит то, что я наблюдаю за детьми, играю с ними, увлекаю их. Я помню, даже сама, когда находилась в декрете, в возрасте от одного до трёх лет, да, мы находимся дома в замкнутом пространстве. Нам, в принципе, некуда пойти. А это такое пространство, где сейчас и детки встречаются, и родители встречаются, и занимаются вместе каким-то совместным творчеством. Теперь родителям малышей не нужно думать, где провести выходной день со своим ребёнком. Достаточно прийти в Центр интеллектуального развития и наслаждаться полезным отдыхом. Анастасия Попова, Антон Иванов. Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова